— Николай Павлович, речь вот о чем. Вырос интерес сельхозпроизводителей к разнообразию культур всевобороте. Разные причины. Кто-то перешел на ноутил, и у него до этого была только азимая пшеница и пар, и все. Кто-то заинтересовался нишевыми культурами, потому что пшеница не столь прибыльна сейчас. Кто-то обеспокоен тем, что большие объемы, рекордные урожаи идут, куда девать. То есть вопрос с хранением зерна и разнообразных видов. Вот как говорят аграрии, можно продавать, конечно, можно продать сразу из-под комбайна, но это невыгодно. Надо ждать до пика цены. А вот для того, чтобы до пика цены дождаться, надо, чтобы надежное хранилище было. Какие предложения на этот счет может составить компания Агротех ваша? Вопрос понятен. Вопрос простой, очень простой, потому что в течение 20 лет мы эту задачу решаем. Каждый год в разной постановке. Когда-то вопрос стоял, как можно сделать дешевле хранилища. Второе, как можно сделать больше хранилища. Кроме крупной компании ставят вопрос. Некоторые компании, которые занимаются, например, семеноводством или производством хлеба. Они говорят, как сделать так, чтобы в одном помещении хранить разные сорта. А некоторые, например, по отгрузке в Ростове-на-Дону, компания Corvette, они ставят вопрос, как сделать так, чтобы в одном помещении хранить не только разные сорта, но и разную продукцию. Например, горох и пшеница. Поэтому жизнь доставила нас, да не только нас, а многих, кто занимается строительством зернохранилищ, подойти к этому гибко и рационально. Что я могу сказать? Что таких компаний, как наша, как говорится, на рынке много в наше время. С разной степенью ответственности, с разным опытом. Но прямо скажем, что в каждой области порядка пяти-десяти компаний имеется. Безусловно, слабые компании. Да, пяти, не пятидесяти, а пяти-десяти. Да, я понял. Кто-то купил машину, и вот он считает, что выкатывает дугу. А кто-то говорит, я в аренду возьму эту машину и буду строить ангар. В основе лежит простая технология. Взять лист металла, согнуть его, закатать его и закрепить фундамент. Вроде бы все понятно, просто достаточно доступно. Но в каждом деле есть свои тонкости. Вот эти тонкости нас жизнь заставила выучить. В течение, скажем, 20 лет мы в отдельный период строили до 130 ангаров. За сезон, представляете, 130 ангаров. Сейчас мы строим порядка, сколько мы сейчас, 70 или 60? Ну, порядка 60, наверное, в этом году получится, Наташа? 80. 80 будет. Это тоже немало. 80 объектов. Понимаете? За счет того, что у нас достаточно низкая рентабельность. За счет организации труда, за счет опыта, за счет использования машин, механизмов, логистика. Все это позволяет нам держать приемлемую цену. И рентабельность ставить 15-17, теоретически, а фактически выходит 10-12 процентов рентабельность. То есть, не имея много прибыли, мы имеем за счет оборот. Все это позволило до объема нам держаться на рынке. И держимся еще. Что касается поставленного вашего вопроса, то я бы сказал так, что секретов нет. Заказчик может обратиться к любой компании, в том числе нашей, и мы подскажем, как это решить задачу. За пять минут мне трудно объяснить, потому что все зависит от постановки задачи и от особенностей. Ну, например, мы можем в одном здании хранить пшеницу фуражную и ячмень. При этом ставим небольшие разделительные перегородки. И если смешание будет, то это не столь важно. В других случаях мы делаем более массивные конструкции, разгораживающие помещения на поддельную продукцию. В этом году, вот Наталья Николаевна подсказывает, такая тенденция пошла. Люди начинают считать деньги и просят нас разделить объекты на два. Потому что, скажем, один большой объект, он получается дешевле процентов на 20 точно, чем в такой же площади два других объекта. Вот это интересно. То есть маленькие строить невыгодно, лучше большой, а затем уже внутри… Например, 16 на 32 размер, это небольшой считается. У него цена за квадратный метр 5300 рублей. А, например, 24 на 60… 28 на 100 – 4200 за квадратный метр. Представьте, 28 на 100 – 4200, а маленькие – 5300. И мы доказываем, потому что это связано с особенностями конструкции, геометрии, металл, толщина на густе и так далее. Вот это первое, что нужно правильно поставить задачу. Второе – правильно подобрать размеры строения. Третье – правильно его разбить. Вот эти вот диафрагмы, которые мы разбиваем, они позволяют даже сэкономить на толщине металла за счет того, что мы прочность повышаем в конструкции. Ну вот. Далее вентиляция имеет значение. Вплоть до того, что, например, для семян семечки необходимо часть стены покрывать спельненным полиуретаном, потому что повышается кислотность, и товарная продукция менее качественно принимается на масло-жиркомбинат. Люди, которые до десяти умеют считать, они идут на то, чтобы, ну скажем, от земли метра три-четыре покрыть тонким слоем пенополиуретана. В любом деле есть свои особенности. Вот кратко все. Да. Николай Павлович, а вот если взять большой ангар, то сколько в нем может быть рационально распределить? Вот сколько в нем может быть секций, куда можно будет, ну естественно, не ведрами заносить, а техника, чтобы зашла? Я понимаю вопрос. Например, самый такой ходовой типовой ангар, ну возьмем 20 на 75, хотя лучше 21 на 71,4, чтобы было полторы тысячи квадратных метров. Вот. Желательно правую сторону разбить, ну не меньше трех секций. Не пополам, а как бы вот поставить две перегородки справа и слева. Таким образом формируется или шесть ячеек, или три объемных отсека. Ну желательно по тысяче тонн, чтобы было примерно. Боковой тамбур дает возможность еще. Да. Используя конструкцию бокового тамбура, мы это используем, конструкция отработана. Вот. Позволяет повышать эффективность использования ангара за счет того, что мы делаем усиленные торцы по бокам, вот, плоские. И специфичные, требуют специальных расчетов и специальных усиленных колонн. Мы это все спокойно делаем, и заказчик может накладывать не только, скажем, на 2-3 метра по периметру, вернее, по круглой части, но и по торцам. Понятно. Это повышает эффективность, опять же, применения сооружения. Скажите, вот эти ангары, они многоцелевого использования? То есть, если вот кто-то построил ангар для хранения пшеницы, а потом захотел, я не знаю, хранить там технику, или держать там скот, или это слишком бурная фантазия, нельзя так? Те требования, которые для хранения зерна, вот, они прежде всего, это отсутствие щелей, отсутствие разного рода мокрых углов, отсутствие протекновения влаги через элементы конструкции фундамента. Это критично для хранения, то есть, это может привести в углу отсырей, и начинает загнивание, и запах, и многое чего. Это жесткие требования. Поэтому, если построено зернохранилище, оно становится универсальным объектом для любого рода деятельности. Пожалуйста, можно мельницу поставить, можно поставить там мастерскую по хранению, ой, по ремонту техники. Вот, то есть, не наоборот. Вот, например, мастерская, она там, ну, есть там где-то влага, где-то капает, ничего страшного, да? Вот, а вот для зерна очень где-то специфика. Допустим. Не допустим. Поэтому, выполняя требования зернохранилища, оно становится максимально универсальным, в том числе и для животноводства. Например, прекрасно можно использовать для открытого содержания выращивания бычков, животных. То есть, они на выгуле ходят, а на зиму застилают пол соломы. Они заходят туда, загоняют, вот ставят там поюки и так далее, и так далее. Николай Павлович, сроки окупаемости, вот что можно об этом сказать? Конечно, можно. Ну, вот смотрите. Самое универсальное хранилище, которое и по цене, и по этому самому, потом окупаемости хорошее, это не маленькое. Маленькое оно будет дольше окупаться. Возьмем мы полторы тысячи, например, 21 на 71,4, полторы тысячи квадратных метров умножить на 2,2, вот, мы можем туда поместить 1,5 на 2,2, 1,5 умножить на 2,2, 3300 тонн пшеницы. Вот, если мы возьмем пшеницу в ценах не нынешнего сезона, а в предыдущих, там, среднюю, то удорожание за период хранения доходило до 6 рублей. Вот мы берем маржа на пшеницу, условно, дельта 6 рублей, 6 умножаем на 3300, 6 умножаем на 3300, получается 2 миллиона. Ага. Правильно? Вот, то есть, построил ангар, а стоимость такого ангара, по сегодняшнему дня берем, на 4300, 6 450. Вот, 6 450 и миллион 200 примерно пол будет, итого получается 7 600. Ну, возьмем 8. А у нас 4 года. Да, 4 года, это чистая окупаемость. Ну, 6, слава богу, это, я вам скажу, на семечке 12 были периоды. Ну, вот и 20, вот Наталья Николаевна подскажет, было, представьте. Да, семечки меньше, но там, извините, у нас были случаи, за год окупались ангары, за год, 3-4 года назад. Сейчас времена другие, цена на пшеницу не так сильно ярко выражена, как раньше, понимаете? Ну, народ сейчас, ну, по крайней мере, мы с работой.